МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.00 в Новосибирске. Это время вечерних новостей на канале ОТС. В студии работает Екатерина Тихомирова. И сегодня в выпуске. Инициатива ненаказуема. Как по новым стандартам образования будут учить самостоятельно думать и решать. Десять дней на добычу трофея. Как охотники готовятся к открытию весеннего сезона. Я пригласил вас, господа. Как в молодежном глобусе трактуют гоголевского ревизора. Сейчас об этих и других событиях подробно. Встреча в Смольном дворце. Сегодня глава региона Владимир Городецкий и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обсудили вопросы укрепления торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества регионов. В числе наиболее перспективных направлений взаимодействия производство лекарств, медицинских препаратов и оборудования. Власти северной столицы также заинтересованы в расширении поставок сибирской экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Напомню, официальные мероприятия проходят в рамках Дней Новосибирской области в Санкт-Петербурге. Депутаты областного парламента утвердили поправки главному финансовому документу. Бюджет области увеличат на 2,5 миллиарда рублей. Это позволит субсидировать сельское хозяйство, строительство школ и новых дорог. Рассказывает Николай Сальников. Мартовская сессия новосибирских парламентариев началась с минуты молчания в память жертв ростовской авиатрагедии и брюссельских терактов. Впрочем, и первый рабочий доклад был также на тему защиты правопорядка. О деятельности новосибирской полиции отчитался Юрий Стерликов. В сфере жилищно-коммунального комплекса выявлено 76 преступлений, в том числе долевого строительства 13. в суд направлено уголовные дела по 63 преступлениям данного вида. Уголовные дела, связанные с долевым строительством, непростые. Как правило, они многоэпизодные. В целом, по словам начальника регионального МВД, в 2015 году количество преступлений увеличилось. В основном за счет краж и мошенничества. Но, например, есть положительная динамика в работе ГИБДД. Смертей на новосибирских дорогах стало меньше на четверть. В финансовой повестке дня депутаты обсудили меры поддержки региональных инвесторов. Предлагается для инвесторов, которые будут соответствовать определенным критериям, применять пониженную ставку налога на прибыль в размере 13,5%, а также освободить от налога на имущество. Федеральное правительство обязалось выдать годовые субсидии регионам до мая. В Новосибирской области эти средства вместе с областными пойдут на сельское хозяйство, поддержку молодых семей и не только. Также региональные власти увеличат финансирование социального строительства. Мы в нее вошли и заявились на три объекта. Это школа в Горном, это школа в Березовом, в Первомайке, большой жилмассив, две школы с переполнением. И третье – детский садик в Ложке. В дополнение к этим объектам губернатор Владимир Городецкий назвал важной целью ввод в эксплуатацию новой школы на Горском жилмассиве. Также новосибирские власти ожидают дополнительные 600 миллионов рублей с федерального центра на строительство и ремонт дорог. Эти средства планируют получить за счет повышения топливных акцизов. Николай Сальников, Борис Гладких, Новости ОТС. Не просто учить, а развивать способности и навыки самостоятельной работы. Учителя со всей страны в эти дни обсуждают новые федеральные государственные образовательные стандарты. Почему коллекционирование полезно в любом возрасте и как успех может быть не только результатом, но и мотивацией к обучению, узнала Наталья Цопина. На практике сравнить свойства различных материалов, используя экспонаты из разных коллекций. Или можно брать все из одного набора и рассуждать на тему разных форм, цветов, конструировать, придумывать ассоциации. Это один из вариантов того, как научить детей заниматься самостоятельной творческой деятельностью. Они листают, задают очень много вопросов, потому что это новогодние отступки прошлых лет. Некоторых предметов сейчас не существует. Вот видите, как расширяется кругозор. Но здесь, конечно, эстетический вкус воспитывается. Одним из результатов работы воспитателей Куйбышевского детского сада «Родничок» стал доклад на тему коллекционирования как способ развития детской инициативы. В эти дни его представляют в Новосибирске на Всероссийской научно-практической конференции. В секции, где обсуждают федеральные государственные образовательные стандарты для дошколят. В детсадах их пока только планируют вводить. Начальная школа так работает уже третий год. Средняя – с 1 сентября. Старшеклассники приступят с 2020-го. Сейчас эти стандарты тщательно изучают. Белых пятен немало, но можно скорректировать их в процессе работы. Да и вообще, уверены эксперты, возможностей становится больше. Образовательная организация ответственна за составление программы. Есть проект программы, основной, так сказать, есть проект, как скелет. А все делается в образовательной организации. То есть какой уровень-то самостоятельности. Два дня в Новосибирске проходят пленарные заседания и круглые столы. Главная тема – переход на стандарты нового поколения. У преподавателей должно быть ясное понимание, как работать дальше, чтобы у выпускников представление о мире было цельным, а не просто набор знаний, полученных на уроках. Есть в новых стандартах и еще один важный постулат – ребенок должен быть ориентирован на успех. Если он даже не силен в математике, то он может быть очень хорошим спортсменом или художником. Если для него очень тяжело дается русский язык, то для него есть масса направлений, в которых он может чувствовать себя успешным. Поэтому для нас самое важное, чтобы ребенок себя реализовал в каком-то направлении. Как понять, повысилось ли качество образования? Наши соседи-кимировчане говорят – есть у них методы оценки. Например, после работы по-новому стали отмечать большую активность учеников. Ребята участвуют во многих всероссийских и международных конкурсах, занимают призовые места. Разве такая вовлеченность – не пример положительного результата? Наталья Цопина, Оксана Тимошенко, Сергей Жданов. Новости ОТС. Не стреляйте в черных глухарей. Специалисты озвучили сроки и правила весенней охоты в Новосибирской области. На добычу птицы в этом году отвели 10 дней, пока пернатые не успели свить гнезда. Алья Арзаева подробно о главных апрельских тезисах для участников утиной охоты. Охотиться Александр Бутин начал еще в юности. Ходит с ружьем и сейчас. Созданием чучел заинтересовался тоже давным-давно. Сначала дядя подсказывал, потом изучал по книгам, а сейчас с помощью интернета. Чучела создает из своих трофеев или тех, что привозят знакомые. Коллекция постоянно обновляется. Сейчас мечтает поработать с фазаном. Правда, он у нас не водится. Климат холодный. К весеннему сезону охоты Александр уже готов. Весенний будет, конечно, взять путевку и съездить. Это просто для души побывать на природе. На идее типа с природой, что отдохнешь душой и телом. Предпочтений на кого охотиться у Александра нет. Увлекает сам процесс. А вот местный егерь Виталий говорит, интереснее всего выслеживать зайца. Их в Сузунских лесах в последние годы стало заметно больше. Но пока охота здесь под запретом. Вся охота уже запрещена. Нахождение с оружием в угодьях запрещено. Это будет рассматриваться как браконьерство. То есть там соответствующее наказание. Вплоть до того, что до лишения права охоты. Сезон весенней охоты стартует в этом году 16 апреля. И продлится 10 дней. Разрешение можно приобрести с конца марта. Государственная пошлина не изменится. То есть она составляет 650 рублей за разрешение. Выдача будет производиться в течение всей рабочей недели. И не только до начала охоты, до 16, а так и в последующие дни. То есть охотник может обратиться практически в любое время по адресу Жуковского стуга. На сегодня в Новосибирской области около 90 тысяч охотников. Из них в весенний сезон открывают чуть больше 10%. А короткие сроки охоты объясняют просто. Отстрел можно производить, пока птицы не свили гнезда. Охотятся в основном на селезня и уток. А вот отстрел глухаря в этом сезоне ограничили. Алия Арзаева, Борис Гладких, Новости ОТС. Другим темам. Кровлю общежития в Первомайском районе мегаполиса обещают отремонтировать в этом году. Напомню, в редакцию новостей ОТС обратилась жительница Новосибирска. По ее словам, весенняя копель портит не только имущество в доме, но и отрицательно влияет на здоровье жильцов. Из-за постоянной сырости у одного из детей участились приступы астмы. А зданию больше 40 лет и капитального ремонта тут не было никогда. Почему горожанам приходится жить в таких условиях? С таким вопросом журналисты ОТС обратились в местную управляющую компанию. Там пояснили о проблеме, знают. Капитальный ремонт здесь по плану, но только через три года. Частично кровлю латали в 2014-м. Завершить работы пока денег нет. На 2016 год мы в департаменте заявили на текущий ремонт кровли. Поэтому если нам с госбюджета субсидии выделят, соответственно, мы будем ремонтировать. И в продолжение темы аварийного жилого фонда. Станет ли у Берчан меньше коммунальных проблем? Сегодня в городе Спутники официально открыли филиал государственной жилищной инспекции. О том, как усилят контроль за работой управляющих компаний, Елена Мирошниченко. Озерное, 42. Дом недавно разменял второй десяток. Состояние, конечно, не критическое, но все же больные места есть. Второй год Александр Карпов пытается добиться ремонта крыши. От коммунальщиков ответ один – нет денег. Тем временем прохудившаяся кровля не ждет, пока бюджет появится. Потепление началось, потекло и залило щит освещения. Залило, началось замыкание. Проводку починили, а вот кровля по-прежнему худая. Капитальный ремонт по плану здесь лишь через 9 лет. Привести бы в порядок подъезды, опять же, мешает протекающая крыша. Чтобы разомкнуть злополучный круг, горожанам советуют обращаться в государственную жилищную инспекцию. Коммунальные ревизоры открывают в Бердске свой филиал. Это не для того, чтобы приблизить карающий меч. Взаимодействие с ГЖИ – это создание одной информационной площадки для диалога. Раньше берчанам с наболевшими жилищными проблемами приходилось обращаться в Искитимский филиал или в главный офис в Новосибирске. Теперь можно прийти уже в свое подразделение. Бердская администрация выделяет сотрудникам жилинспекции отдельное помещение, где будут постоянно находиться два инспектора. В будущем штат расширят. Уже сейчас по количеству обращений, по письмам мы видим, что необходимо, наверное, будет предусматривать сюда введение ставки дополнительной юридического и юрист-консульта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Вполне вероятно, по какому-то графику будет работать специалист по начислению платежей. Два раза в месяц совместно с ГЖИ в мэрии будут проводить совещания по проблемным вопросам. И раз в квартал чиновники планируют подводить итоги совместной работы. В целом, за прошлый год в отдел технического надзора и контроля поступили из Бердска 160 обращений. Самые популярные жалобы – плохое содержание общего имущества и некачественные коммунальные услуги. По результатам проверки выявили больше трех с половиной сотен нарушений. С появлением филиала ГЖИ власти уверены – коммунальщики станут добросовестнее. Елена Мирошниченко, Александр Ведерников, Новости ОТС. Предъявите паспорт и выходите в интернет. В Минкомсвязи готовят новый законопроект, согласно которому каждый пользователь сети Wi-Fi в общественном месте должен будет пройти процедуру идентификации. Проще говоря, предоставить свои личные данные владельцам ресторанов, кафе и библиотек. Анастасия Бойко продолжит тему. Телефон в руке, все мысли в интернете. Гаджетами люди пользуются активно. Пишут письма, общаются в социальных сетях и ведут видеоконференции. Помогает в этом всемогущий Wi-Fi. Пока еще абсолютно в любом заведении общественного питания никаких трудов не составляет подключиться к беспроводной сети Wi-Fi. Достаточно нажать на одну кнопочку на своем гаджете и уже через несколько секунд можно пользоваться бесплатным интернетом. Однако скоро в этом могут произойти изменения. В Минкомразвитии подготовили законопроект, который запрещает пользоваться интернетом анонимно. Соответственно, для подключения в общественном заведении к сети Wi-Fi нужно будет вводить свои персональные данные. Закон еще не принят, находится на рассмотрении. Однако новости о возможных изменениях, например, передачи персональных данных сторонним лицам, уже взволновали граждан. Для чего, куда они, как распоряжаться, будет ли у них надлежащая охрана, эта информация обеспечена. Не все же пойдут на эти дополнительные затраты, собрать-то могут, а распоряжаться и... По статистике, каждый второй посетитель пользуется сетью Wi-Fi анонимно. Хотя в некоторых кафе уже введены особые правила подключения к интернету. Чтобы попасть к нашему Wi-Fi, нужно зайти через любую соцсеть, то есть одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм и так далее. Мнения горожан по этому поводу разделились. Кто-то считает, нововведения позволят бороться с преступностью. Другие же сомневаются в необходимости такого контроля. Я считаю, что нужно, потому что сейчас очень много мошенничества проходит именно через интернет. Тем самым более или менее обезопасим людей от того, что... Ну, от мошенника, в общем. Ну, мне кажется, нет, что вдруг заведение решит использовать паспортные данные в каких-то своих целях. Ну, зачем это вообще нужно? Ну, достаточно, мне кажется, ввести имя, фамилию, чтобы как-то зачекиниться вместе и все. Владельцы в кафе, которые ослушаются и не будут собирать личные данные посетителей, будут наказывать рублем. Суммы приличные – от пяти тысяч до двухсот. Законопроект только подготовили, и впереди три чтения. Что в итоге произойдет с персональными данными и использованием Wi-Fi, покажет время. Анастасия Бойко, Артем Валевич, Новости ОТС. Чиновников выведут на чистую воду в Театре «Глобус». В молодежном академическом постановка «На злобу дня» «Гоголевский ревизор». Премьерные спектакли прошли два дня подряд и собрали уже тысячи зрителей. А еще одной трактовки популярного классического произведения. Елена Медведик. Едва смолкая третий звонок, наступает эффектная театральная пауза. В полном молчании под музыкальное сопровождение герои перемещаются по сцене. Зритель сосредоточенно всматривается и вслушивается, ожидая первой реплики. «К нам едет ревизор», объявляет городничий, роль которого исполняет заслуженный артист России и любимец публики Лаврентий Сорокин. «Мы ждем успеха. Я думаю, что он не заставит себя ждать, потому что это гугл, это радость, это смех, сквозь слезы где-то, но все равно это очень такой прекрасный спектакль комический о нас сегодняшних». Персонажи яркие, характерные. Даже эпизодические роли сверкают благодаря звездному актерскому составу. Творческая команда москвичей работала над костюмами, светом, хореографией и постановкой. Режиссер Роман Самгин результатом доволен, хотя не отрицает трудности были, но это дело обычное. «Конечно, это как-то переработано, осмысленно нами, что-то добавлено, но я думаю, что Николай Васильевич на нас не обиделся гугл. Большое количество актеров, декораций, всякие трюки». Главные герои – подобострастная стая товарищей, чиновники всех мастей и рангов. Утомленный жизнью городничий, лебезящий перед столичной штучкой, томящаяся, перезрелая дочь и зажатая в деревенские рамки, жаждущая лоско и блеско жена. Пьеса написана еще в 19 веке, но актуальна и в 21. Комедия, как кривое зеркало действительности. «Ну, Гоблик, Россия, это Россия, любовь к России, все пороки России, высмеивания, тем более сейчас они такие насущные. Сколыкнули наши надежды на справедливость России. Вот поэтому идем посмотреть, хотим, чтобы люди стали лучше, честнее, добрее». Совпадение или желание достучаться – ревизора в этом сезоне поставили сразу в двух театрах Новосибирска. Еще недавно публика Афанасьевского рукоплескала актерам и режиссеру. Сейчас зрители «Глобуса» оценили по достоинству комедию на грани фарса. Елена Медведик, Рафаэль Хайреддинов, Новости ОТС. Не в нашу пользу волейболисты «Локомотива» потерпели поражение на выезде от Красноярского Енисея. Уверенный старт и победа в первом сете в исполнении новосибирцев оказались разовой акцией. В последующих трех партиях подопечные Андрея Воронкова оказались слабее соперников. Шанс зацепиться за очки в Красноярске появился в конце матча, но сибиряки так и не смогли им воспользоваться. Следующую игру наша команда проведет 26 марта в Новокуйбышевске против местной «Новы». Это все новости к этому часу. Итоговый выпуск в 20.30 проведет Иван Кудинов. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю хорошего вечера. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok